Привет, ребята! Прислали мне на обзор вот такой прибор. Это мультиметр VINLAB 600A. Полная комплектация состоит из провода со щупами, провода с датчиком температуры, комплекта батареек, запасных предохранителей, что очень порадовало, бумажные инструкции на английском и китайском языках и, конечно, самого прибора, который производитель позиционирует как профессиональный мультиметр. Выглядит этот мультиметр весьма солидно. Пластиковый корпус защищен прорезиненным кожухом. С задней стороны имеется откидная крышка для установки прибора в наклонное положение, магнит для фиксации на металлических поверхностях и ухо для подвеса. Гнезда для подключения стандартные, как и позиции переключателя, характерные для полуавтоматических мультиметров. Крупные прорезиненные кнопки удобно нажимать. Сверху расположен датчик скрытой проводки. Пора включить прибор и проверить его в работе. Для этого я вставляю внутрь корпуса батарейки из комплекта. Обозначение полярности не позволит вам сделать это неправильно. Для работы в темном помещении или в темное время суток предусмотрена подсветка дисплея, которая весьма ярко, но угол обзора в режиме подсветки невелик. Долгим нажатием на кнопку подсветки активируется встроенный фонарик. Тоже весьма полезная функция. Щупы расположены на достаточно длинном и весьма мягком проводе. Провод не тонкий, с удобными изолированными клеммами. Иголки щупов закрыты защитными колпачками, предохраняющими ваши руки от повреждений, так как иглы у щупов весьма острые. У данной модели имеется режим прозвона цепи. Лично я чаще всего использую мультиметр для замера напряжения аккумулятора своего мотоцикла. Поэтому и теперь проверять работу прибора я буду именно на аккумуляторе. Этот аккумулятор был снят с мотоцикла осенью и хранился в прохладной комнате. Как мы видим, заряд у него остался в норме, что не может не радовать. Как я сказал ранее, еще одной полезной функцией является обнаружение скрытой проводки. Датчик на приборе срабатывает на расстоянии в несколько сантиметров от провода, находящегося под напряжением. При этом раздается звуковой сигнал и загорается световой индикатор. До этого я пользовался самым дешевым мультиметром. У него оборвался один из щупов и пользоваться им стало очень неудобно. Посмотрите, какая огромная разница между этими двумя приборами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В данной модели мультиметра имеется функция измерения температуры. Мне эта функция не нужна. Но людям, которые занимаются электроникой, возможно, она может быть полезна. Для того, чтобы измерить температуру в нужном месте, нужно поменять провода. Общее впечатление об этом приборе у меня сложилось самое приятное. Я не проводил тестирование этой модели на точность, но посмотрел другие обзоры, в которых профессионалы очень хорошо отзывались о его параметрах. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Ссылку на этот мультиметр и код для скидки на его покупку вы найдете в описании к этому ролику. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok